Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду. А также делимся опытом проживания. Находимся на Джамтьене, перекресток Донтан, Тапрая, Джамтьен. Покажем, как идет реконструкция Джамтьена. Некоторые люди планируют отдых, ну и чтобы было понятно, где идет реконструкция, на Джамтьене, ну чтобы там не арендовать жилье. Ну вот видим, что тут происходит. Вот трубу уже положили и уже залили бетон. Завезли плитку. Вот она плитка в ящиках. Будут делать новую набережную. Ну и пройдемся. Сейчас пока камеру выключим, а там включим. Вот так выглядит сейчас сначала Джамтьена. Вон идет какая шикарная туча с дождем. Интересно, дойдет или нет? Куда она денется? Увидим. Работает 4 эскалатора. Ну вообще на двух участках Джамтьена идет ремонт. Ну они так расширяют, расширяют. Буквально недавно площадь вот здесь ремонта была меньше. Сейчас больше. Первый участок ремонтных работ идет от начала Джамтьена до 4-й сойки. Ну вот мы видим тут курочка. Все, что хочешь. Вот до сюда прям буквально идет. Кому, чтобы было более понятно до эмиграционного офиса. Вот. Конец. Пока конец ремонтных работ. Вот 4-я стойка. А следующая стойка в миграционный офис. Переходим дорогу. Ветерок поднимается. Ну вот что они тут делают. Вот копают. Выбирают грунт и укладывают вот эти вот большие черные трубы. Делают канализацию. Ливневую. Зонтики, шезлонги и зонтики. Все переехало вот сюда. Здесь раньше был пустой пляж. Только шли, вот море было спокойное, тихое-тихое. Ну надо сказать о погоде, что циклон. Он... О, пошел дождь. Все, камеру выключаю. Дождь прошел, но в принципе не такой уж он и был большой. Чуть-чуть примочило асфальт и стало прохладно. Поговорим о погоде, да? Циклон заканчивается в Паттайе. С какого он числа был? Где-то, наверное, дней 5, да? Ну с 26-го, по-моему. Не, ну 26-го это вчера. А. Ну с 26-го и до 28-го он должен был идти. Ну как-то тучки были дольше. А до этого... Похолодание. А, понял. Похолодание. Ну какое там похолодание? Все равно выше 30-ти градусов. Ну 36, конечно, нет 37. Ну 34 все равно есть. Ну, уменьшились ночные температуры за то, что хорошо. Море раскачалось. Буквально вот было гладкое шли. Кто-то купается. Так что в принципе летом вот такое вот море обычное. Так, ну о чем мы хотели поговорить? А, вопрос был, действительно ли хотят сделать иностранную квоту в Кондо 75 процентов. Ну 49-ти сделать, чтобы иностранная квота была 75 процентов. Ну вообще вопрос рассматривается в парламенте. Какие же причины, почему хотят сделать 75 процентов? Да, надо сказать, что не везде, а только лишь в Паттайе и на Пхукете хотят сделать. Ну и продолжаем. Уже который раз то дождь, то теперь заряд аккумулятора. И опять идет небольшой дождик. Мы его, видно, просто сдуваем. Продолжим про 75 процентов иностранной квоты. В Кондо. Так почему же хотят сделать 75 процентов? Потому что говорят, что в некоторых Кондо, которые новые, только строятся, иностранная квота уже разобрана. А тайскую квоту никто особо-то не берет. Потому что некоторые районы, ну, тайцев не интересуют. И поэтому половина куплена, а половину другую продать просто не могут некому. Ну и уже обсуждали это в парламенте. И ассоциация отельеров тайских выступила против. Сказали, что нас это не устраивает, чтобы квоты увеличивали. В связи с тем, что масса квартир выплеснется на рынок, их начнут сдавать. И мы будем терпеть убытки. Правда, много неясностей. А чего они так боятся? Ведь в Таиланде запрещено сдавать квартиры посуточно. Вроде как и бояться нечего. А если сдают на месяц, то чего отелям волноваться? Ну ладно, это их дела. Мы говорим только факты. Ну и надо сказать, что продажи квартир идут как никогда. Первое место занимает Китай. Почти 50% от всех продаж это китайцам. Второе место – россияне. Третье место, как ни удивительно, США. И четвертое место – Мьянма. Ну почему Мьянма, тоже понятно. Там хунта. Народ как может пытается уехать. То есть вот так вот квартиры берут, чтобы жить. И понятно, что деньги вывезти. Ну и так далее. Много причин. И как кто-то говорит, рынок переоценен. Да все это ерунда. Рынок на то он и есть рынок. Это цена может быть переоценена. А у рынка свои законы. Или пользуются спросом, или нет. На данный момент, как мы видим, спросом пользуются. Ну китайцев очень много, поэтому и пользуются. Да, и еще небывалую прибыль принесли национальные парки в Таиланде. В этом году, а еще только полгода, и то не прошло, уже 1 миллиард 700 миллионов бат заработали национальные парки. А в том году за весь 23-й год было заработано всего 1,3 миллиарда бат. Самое больше заработал национальный парк на Пхи-Пхи. Ну вот так вот. Ну видим, что народа совсем ничего, да? Да, на Джамхен сейчас не популярен. Но зонтики сложили, потому что ветер и дождь. Необычно так делают. Еще был вопрос про 99 лет. Но нужно понимать, что в Таиланде квартиру можно купить... Что ты имеешь в виду 99 лет? В Таиланде квартиру можно купить фрихол. Ага. Тогда вы получаете чинот, как собственник жилья. И лисхолд. По сути, это аренда. И раньше эта аренда была на 30 лет. А сейчас есть предложение увеличить этот срок аренды на 99 лет. Но все с тем же, чтобы стимулировать покупку иностранцами... Квартир. Квартир. Ну, в принципе, стимуляция идет. Напротив нашего конда собираются строить... Ну да, напротив нашего конда собираются строить конда, в котором будет 500, то ли 38 квартир, то ли 548. Ну, площадь такая небольшая, что прям даже интересно, а как оно все будет. Это участок именно между Парк Лейном и Парадайзом. А не вот между Парк Лейном, Парадайзом и Атлантисом. Атлантисом, да. Ну и Ориентом. Нет, небольшой этот пятак. А, и это не высотки, восьмиэтажные здания. Посмотрели, как это называется, план, план, да. Ну, очень интересно. И мне нравится, между тремя этими зданиями восьмиэтажными будет бассейн с островком. Так вот, так прям не дождусь, когда же на него посмотреть. Да, и еще, наверное, один такой вопрос интересовал, как же вот происходит наследование в Таиланде. Буквально недавно ты читала, может, пояснишь? Ну, во-первых, что нужно сделать, чтобы не было проблем, это обязательно именно в Таиланде, в юридическом офисе, в любом юридическом офисе они этим занимаются. В Таиланде, да. В Таиланде, да. Составить завещание. Оно там заверяется, в общем, есть у них люди, все это делается за ваши деньги. Но нужно иметь в виду... Извини, перебью. Когда мы делали на тайском языке завещание одно, на одного человека 5000 бат, на английском 7000 бат. Ну, достаточно, наверное, на тайском. Наоборот, наверное, на тайском дороже. Нет, нет, на английском 7000. Мы сделали на тайском. Да, могу ошибаться, да? Ну, короче, вот так, вот такая разница. Тот, кто наследует квартиру, должен в течение года ее либо продать, либо переоформить на себя. Да, то есть в Таиланде нет налога на наследство квартиры в данном случае. Но есть условия. Что передача прав собственности должна произойти, и за это должны быть уплачены деньги. Ну, этим также занимаются юристы. Поэтому... Поэтому, в принципе, проблем нет. Ни у кого квартиру еще не отобрали по наследству. Ну, вообще, надо все-таки сказать, что вы вступили в права наследования квартиры. Если вы не собираетесь с ней жить, чтобы вам нести дополнительных никаких расходов, вы должны ее продать в течение года. Если вы в течение года не продали ее, тогда вам нужно ее переоформить на себя и заплатить налог на право перехода собственности. Если же вы, например, в наследование вступили, но куда-то укатили и с концами, и уже год прошел, и вы ее и не продали, и не переоформили на себя, тогда земельный офис продает вашу квартиру, по какой цене, не знаем, но за вычетом 5%. То есть вот такая картина. А деньги, за которые продадут минус 5%, вернут вам. Вот такое вот наследование. По поводу счетов тоже тут уже никаких оговорок нет. Написано счет на кого, тот счет и получит. Деньги на счету, естественно, конечно, а не сам счет. Так что, да, и нету здесь такого, что супружеской доли в наследовании нет. Первыми по очереди считаются дети. В России супружескую долю выделяют, а потом уже делят на детей, на кого-то еще там. Ну, как положено. Первая очередь, вторая, третья. Здесь такого нет. Здесь и дети, и жена все равны. То есть, грубо говоря, в квартире жили, в доме будем говорить, квартира это что-то сильно маленькое. Жила, например, жена, муж и двое детей. Муж умирает, все делится на троих. То есть, ничего не выделяется. Так что, все, в принципе, то же самое. И так же, если ты написал завещание, то все. Все перейдет к тому, кому ты завещал. Это про то, что кто-то что-то отберет. Ну, ничего отбирать ни у кого не будет. Вообще, такое странное вот это вот иногда читаешь, что в Таиланде нет законов, только... Банановая республика. Банановая республика, в которой только за взятку что-то можно сделать. Если говорить о взятках, раньше я, может быть, как-то очень плохо относился к взяткам. Но здесь взятки не такие огромные, как в некоторых странах. И, в принципе, они, ну, не так сильно-то и напрягают. Это просто для упрощения. Я вообще... Нет, я не согласна с тем, что это для упрощения. Это... Есть правила какие-то определенные. И если ты живешь по этим правилам, когда ты последний раз взятку платил? О, никогда. Вот. Да, когда? А, нет, как-то было это, когда покупали Paradise Park, наверное. Хотя, если бы... Это условная взятка за справку? Условная взятка за справку. Но если бы мы не ленились, так как мы продавали другие квартиры, и доказать, что эти деньги у нас, как сказать, это елки-палки, официальные, а... Везены из-за границы должны быть деньги. Везены из-за границы легальные, вот, легальные. То проблем никаких нет. Так что, вот так вот оно получается. Вот так сегодня выглядит море. Начался отлив. Ну, народ купается, а что? Нормальная, теплая, хорошая вода. Вон лодки. Пожалуйста, вперед. Ну, а мы поедем дальше. Находимся в районе Сибриза и Джамтьен-Бичконда. Когда-то здесь народу было море. А сейчас видим, что никого. Ну, оно и понятно. Во-первых, не сезон, а во-вторых, вон мы видим эскалатор. И это второй участок реконструкции Джамтьена. Все шезлонги завернуты, закручены. Да, погода сегодня не ледная на море. И не сезон больше. Потому что здесь ремонт не мешает, в принципе, пока. Ну, пока да. А что здесь мешает? Сейчас посмотрим, что делают. То есть, вот это вот все, что от пятой сойки и вот до этого места, все спокойно, можно отдыхать. Да, пока все нормально. Вопрос только в том, что люди планируют на осень, и поэтому как это все будет двигаться? Нет, ну, мы, если какие-то изменения будут в течение месяца, через месяц сделаем. Увидите, что будет. Да, вспомнили мы по поводу завещания. Все-таки на английском 5000 бат для одного человека. То есть, вот мы вдвоем делали 10 тысяч. А на тайском будет 7 тысяч одно. Ну, это было давно. 14. Да, это было в самом начале, когда мы приехали в 2018 году. Первым делом мы побежали делать медицинскую страховку и писать завещание. Ну, чтобы было все спокойно и нормально. Ну, вот видите, что тут делается. Ну, и посмотрим, докуда это. Копают, копают. Ну, здесь уже закапывают эти трубы. Да, трубы закапывают. Ладно, едем дальше. Ну, и второй участок реконструкции Джамкиена заканчивается у колосойки Велкам Джамкиен. Вот она перед нами. Ну, что они тут делают? Ну, что они тут делают? Ну, делают то же самое. Закопали они трубы. Завезли плитку. Бордюры завезли. Ну, и вот льют. Как мы понимаем, они хотят заканчивать участками. Вот этот участок закончить и идти дальше. Ну, увидим, как будет вообще. Шезлонги переехали сюда. Ну, и видите, что деревья все выкопаны. Сколько там, ты говоришь, деревьев выкопали? Вообще больше 500 деревьев. Ну, выкопаны они на определенных участках. Все пронумерованы. То есть там, где на дереве красной краской стоит номер, то его тоже будут выкапывать. А длиться это за Чайпрыг. То есть туда-туда. Да. Ну, то есть где территория Паттайи именно. А на Джамтин это уже Сатахип. Там вот как она была узенькая набережная, так она останется. Потому что ее, в принципе, недавно делали. И сама реконструкция, как написано на их плакате. Паттайи закончится в октябре 2025 года. Ну, увидим, да? Ну, да. Да, погода сегодня то небо голубеет, то немножко идет дождик. И море, вот уже третий вариант моря за все время, что мы тут ходим. Ага, вот она тут опять спокойная. Меняется на глазах. Поэтому какое море? А вот на какое попадете, такое и будет. Даже в один день можно попасть на разное море. Лето вообще, конечно, такая вещь непредсказуемая. В том году, например, с 1 июня шли дожди. А в этом году вот этот вот дождик второй за весь июнь. В начале был где-то числа второго. Потом сжарило, как будто жаркий сезон. 37-36. Постоянно работает кондиционер после обеда. Ну, потому что невозможно. Так что вот такая картина. Да и вечером тоже кондиционер работал. Такого никогда у нас не было. Никогда. Чтобы в июне кондиционер встал. Так что, как оно будет? За 6 жарких сезонов я про себя могу сказать, что это первый сезон, когда я могу сказать, что я устала от жары. Как-то раньше, ну, 2 месяца проветела. Да, сейчас оно подольше. И не заметили. А здесь тянется. И тянется. Нет, ну, вот уже дня 4. Ну, да. Уже вот оно так. Ну, кто знает, что будет потом. Да, у нас еще кактусики появились. А, мы же теперь открываем окна. Раньше-то закрыли шторами. И ладно, и так хорошо. И температура в спальне держится. Вот 32 и все. 33-34. Это на нашем вручном градуснике, потому что он у нас подбирает. На сколько? На полтора градуса. На полтора градуса. Ну, мы знаем, что вот 32 на нашем градуснике нормально. Да. А сейчас все открывается. Но чувствуют они себя хорошо. Да, растут, все в порядке. А что им еще надо? Ну, ладно, пусть растут. Но все равно, если бы мы шторы закрывали, ну, это 1 градус даст. То есть все равно жарко. Не как в прошлые годы. Да, да, да. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать, да? Да. Показали, где что. Поэтому планировать в этом году очень сложно. То есть еще раз подведем итоги, что от начала Джампиена, где Юталай 7, до иммиграционного офиса селиться смысла нет. Сейчас. Сейчас, да. Еще неизвестно, может быть, они чуть-чуть больше отхватят площади. Ну, вот июль, август, сентябрь. Три месяца у них. Вот посмотрим, со сколько они пройдут, чтобы уже ориентироваться на следующий год. От иммиграционного офиса до Джампиен Вичконда пока реконструкция не идет. И дальше идет реконструкция. Второй участок от Джампиен Вичконда до Сойки. Welcome, Джампиен. Ну, а тут мы идем, видите, ничего пока нет. Ну, оно нет и нет, и вообще нет. Потому что гуляем мы здесь. Да. Мы знаем, что там ничего нет. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok